Полная оставленность. Семей с детьми и инвалидов. В данном случае даже не оставленность, а брошенность просто. Постройте жилье людям, хватит, все. Эта программа буквально взорвала социальные сети. Погорельцы с улицы Вишневой и села Новоселки спустя почти два месяца после пожара решили искать правду на федеральном телеканале. А до этого искали ее пять с лишним лет. Сейчас обугленные останки их барака очередная местная достопримечательность. Огонь оголил блоки почти столетней давности и рельсы вместо балок. Пять пострадавших семей село уже покинули. Стихийно. Конечно, у них нет больше запасного жилья. Не знаю, где они, я не в курсе дела. Сейчас там полиция хотела советь. Не знаю, не могли они. Да, племянник, который погиб, у него здесь племянник и живет. Вот полиция хотела поговорить. Разговоры сейчас уже мало что решают. С жильцами этого барака местные власти пытались договориться в течение пяти с лишним лет. В итоге трагедия, которая не обошла стороной и губернатора. Вы знаете, это смотреть просто было страшно за этой ситуацией, о которой рассказывали люди. Действительно, если людей футболили там постоянно, не переселяли их из аварийного жилья, сейчас не оказывали помощи по предоставлению удобного для жизни жилья вообще, то есть предлагали там либо 15 тысяч рублей в виде компенсации, либо предлагали переселиться в наши социальные центры. Но это никуда не годится вообще. То есть я прошу разобраться в этой ситуации. И Следственный комитет, я знаю, сейчас уже разбирается. Разбираться и искать виноватых – это мы любим, это умеем. И виновные, очевидно, будут найдены и наказаны. Кстати, свою параллельную проверку начала и прокуратура. В ходе надзорных мероприятий прокуратура будет проверена соблюдение жилищного законодательства и дана правовая оценка действий, либо бездействия должностных лиц в органах местного самоуправления по расселению граждан из аварийного жилья, а также оказанием помощи в кризисной ситуации. Скорее всего, после взгляда из Москвы с новым жильем погорельцам помогут, как и с компенсацией ущерба. Разве что чиновникам придется изрядно попотеть. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».